ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД предложило разработать и утвердить единый знак, обозначающий присутствие в автомобиле ребёнка. По словам руководителя госавтоинспекции Михаила Черникова, сейчас автомобилисты родители пользуются какими-то непонятными наклейками. Их сложно разглядеть и понять, что они означают. Между тем, очень важно информировать других водителей о наличии в машине младенца, детсадовца или школьника. Будет ли за отсутствие знака грозить штраф, как это было с наклейкой «Ш» – шипы – неизвестно. ТРАССА СТО ОДИН Система подготовки водителей в России ждёт большая реформа. Об этом также сообщил генерал-лейтенант Черников. Во-первых, госавтоинспекции не нравится то, что ученики автошкол зазубривают ответы на вопросы из теоретического курса, без стремления разобраться в каждой конкретной ситуации. Во-вторых, хромает практическая подготовка, что нередко обусловлено нехваткой профессиональных инструкторов. Однако, считает, руководитель ГИБДД аварий с участием начинающих водителей становится меньше. Это в том числе результат объединения автодрома и города в одно испытание. ТРАССА СТО ОДИН Сотрудники ДПС в скором времени получат приборы, которые выявляют у водителей состояние наркотического опьянения. Для теста потребуется небольшое количество слюны шофёра. Если гаджет определит наличие в ней запрещенных веществ, гражданина направятся на медицинское обследование. По мнению руководства ГИБДД, это позволит эффективно бороться с водителями-наркоманами. Точное их количество, кстати, неизвестно. Но, к примеру, в прошлом году госавтоинспекция Крыма сообщала, что водителей, находящихся под воздействием наркотиков, стало больше, чем водителей, употребивших спиртное. ТРАССА СТО ОДИН Жалоб на навязывание дополнительных услуг при оформлении ОСАГО стало больше. Такую информацию предоставил Банк России. По его данным, чаще всего страховые компании предлагают клиентам вдовес к автогражданке страхование жизни, имущества и прочие продукты. Больше всего таких сообщений поступает из восточных регионов страны. Ведомство напоминает, что от любой дополнительной страховки можно отказаться в течение двух недель. Для этого необходимо написать заявление. ТРАССА СТО ОДИН Volkswagen представил «Амарок» второго поколения. Модель из-за невысокой востребованности ушла из России в начале прошлого года. Новинка позиционируется как пикап премиум-класса. Автомобиль стал больше, улучшились его внедорожные характеристики. Например, глубина преодолеваемого брода выросла с полуметра до 80 сантиметров. Что касается моторов, то вариантов будет несколько. Базовый двухлитровый дизель мощностью 150 лошадиных сил. Топовые версии оснастят шестицилиндровым трехлитровым дизельным двигателем мощностью 250 лошадей. Трансмиссия, механика, либо автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова